Не думал вообще, что в России я встречусь с буддистами. С вами вообще, ребята, не то, что мы едим детей, и людей едим, и туристов закрываем в холодильнике. Буддист это, прежде всего, ответственный человек. Хотя это мое мнение. Еще даже, как вы сейчас будете судить о буддистах, слушай меня. Ребята, привет! В общем, в этом видео вы увидите, как мы с Семеном поднялись на гору, где на самой верхушке буддисты построили себе храм. Там огромный Будда. В общем, видео будет нереально интересным. Просто от ас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А сейчас я нахожусь на спине у верблюда. Я вам тоже покажу. Здесь тоже живут буддисты. Здравствуйте! А с вами можно поговорить? А вы тоже буддист? Или в монастырь? Мы поднимались к вам. Ну, я честно, усудился, что выгнали, потому что вроде же долго сопротивлялись. Ну, то есть уже все, да, на совсем получается? Нет, мы там присутствуем с пятницы по воскресенье. А, то есть вас пускают это? Да, ну, ограничено, обуславливая тем, что там выпускной режим еще. И сказали, что в будни они работают, ведутся взрывные работы. И это опасно. И для нас, и гостей. Короче, поднимаемся мы на гору Качканар. Там находится буддийский храм. Буддисты там живут, служат, наверное. Но группа, которая спускалась вниз, сообщила, что территория закрыта. Ведутся взрывные работы. Мы будем пробовать прорываться. И нам такое удивление. Все, там дальше шлагбаум, там дед будет, там три поста охраны, там квадрокоптеры, там собаки, там еще, там что-то. И огроменных пальей нет. Буддистов всех разогнали. Они спустились. Живут. Внимание. Ну, так что, обходим? Так. И ловят, и отправляют назад, разворачиваются. Большинство разворачиваются, но единицы, говорят, так идите вы. Весом. Да, мы пошли вот вперед. Самый плохой вариант это, если нас сильно изобьют. Да из чего это ваше? Да это я шучу. Семен предлагает уйти в лес, то есть обойти этот блокпост. Вот, все, мы пошли. Будем выходить на связь. Короче, нам главное сейчас, если там еще есть посты, увидеть их заранее. И тоже обогнуть. Ладно. Нам повезло, то есть, или не повезло, или... Вам повезло, мне кажется, просто вы такие на полости и повезло. Осталось 1 километр 400 метров. Пока мы встретили только один блокпост, говорили, что их вообще три. Можно сказать, крадемся. Нет, они проехали бы мимо нас. Мы там прям прятались, в лес убегали. Это ездят они, постоянно ездят. Может машина? Слышишь? Это машина? Слышишь? Подожди. Машина ехала, стекла блестели. Что после? Охрана. Дело в том, что... Че он ездит? Смотрит по дороге, ходит кто или нет? Или он ездит с одного пункта в другой? Или он просто взял и поехал вниз? Я тебе скажу хорошую новость. Если... Ну, такого не случится. Если вдруг нас тормознут, то нас доставят вниз на автомобиль. Когда там где сократить можно было, Илья говорю, давай следов не оставляй, чтобы они не увидели бы какую-то муэто... Так, сворачивай, давайте следовем. Я говорю, а сейчас у вас уже нету следов, мы уже... Можно как бы идти смело. Он говорит, ну как диверсантка будет. В тылу врага там. Ну, там могу быть камеры, еще не осталось. Видите, разговоры слушали, когда уже к монастырю как бы подходим, слышим разговоры. Но опять там как-то там кружками... Так, давай, мы здесь еще пойдем. Ну, здесь, скорее всего, тусяд в этой черности, которая проехала. Видите, все в камнях. Это признак того, что мы подходим к вершине. Попутка. Ну, нам бы себе сказали, что там посты, как бы мы бы, наверное, прямо на них бы свои вышли бы спокойно. Мы бы так и шли, да. И спросили бы, что вы здесь сидите, и нам бы сказали, давайте-ка назад. Вот это ступеньки нет. Я думаю, нам надо выше подняться. Если вот этот нормальный вход, где-то вот туда вот. Мы тогда здесь идем, может, по кому-то, с какой-то с этой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держимся вместе. Поймают так поймают. Ну, а так, вы знаете, у нас 30 суток. Кто вот это сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну, мне кажется, кто-то так вложил, игрался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА